Набережные Челны, Пестрицы, Бавлы, Казань. Сегодня в этих городах и районах есть вопросы с дольщиками. Всего долевых долгостроев в республике 33. Для решения проблемы привлечены три инвестора. Ожидается приход еще двух. Один из них из Ижевска. Сейчас ведутся переговоры. Набережные Челны. Здесь коллеги ситуации по решению вопросов дольщиков на стадии завершения. Определенный инвестор. Это компания Профит. Объем квартиры у него 639. Сроки сдачи по первому дому есть видные результаты. Его будут задавать в этом году. И далее сдача будет по мере решения вопроса по каждому дому. Решением агентства по ипотечному и жилищному кредитованию правительственная комиссия огласила это решение 6 марта этого года. Республике передана федеральная земля в набережных Челнах на проспекте Мира, 16А. Что позволило дать инвестору застройку права аренды без проведения торгов. В Бавлах 47 отметят новоселье в этом году. Их дом готов на 65%. В план этого года также вошли и долгострой в селе Куюки Пестричинского района. Сейчас здесь завершается внутренняя отделка. В Зеленодольске нужно еще 18 миллионов на благоустройство территории рядом с домами и на инженерные сети. Больше всего домов 17 в Казани. В комплексе МЧС в секции Г первый и пятый многоэтажек почти завершены работы. В целях решения проблемы обманутых граждан, я подчеркиваю президентом республики, стоит задача, он держит на личном контроле эту ситуацию. По его поручению создан республиканский фонд поддержки лиц, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков. Как вам известно, существовал общий фонд для вкладчиков и дольщиков. Теперь дольщиков вывезли в одну группу. И указан президент республики Татарстан, который был опубликован 9 марта, создан республиканский фонд. Для решения проблемы дольщиков Татарстану передали 6 федеральных участков земли в ожидании улучшения жилищных условий. Сегодня в республике 4211 дольщиков. Альбина Слагараева, Ежат Мухаммедов, ТНВ, Казань.